Описание представленных томограмм пациента 37 лет от 8 августа 2017 года. Область исследования. Брюшная полость за брюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. На серии МСКТ органы брюшной полости за брюшинного пространства в легких на уровне сканирования очагово-инфильдративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень КК РПД 174 мм, КК ЛД 52 мм. Контручетки ровные, нативная плотность однородна, плюс 30, плюс 70 хаунсфилда. Желудочные протоки не расширены. Портальная вена расширена до 16 лет. В печени множественные кальцификаты диаметром до 3-4 мм, плотностью до плюс 770 хаунсфилда. В правой доле субкапсулярно по задней поверхности 7-го сегмента выявлено неоднородное гиподенсное включение. Размером 14 на 11 на 10 мм. Нативная плотность плюс 8, плюс 18 хаунсфилда. В артериальную фазу включения визуализируются отдельные мелкие артерии с накоплением контраста до плюс 120 хаунсфилда. В венозную фазу плотность образования плюс 30, плюс 40 хаунсфилда. Окружающие паренхемы печени до плюс 90 хаунсфилда. Убедительные КТ-признаки содержания жировой ткани лакунарного контрастирования не выявлены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Селезенка несколько увеличена 114 на 52 мм с четкими ровными контурами. Также содержит множественные кальцификаты диаметром до 4-6 мм плотностью до плюс 750 хаунсфилда. Поджелудочная железа обычных размеров с четкими контурами паренхема однородна. Версунгов проток не расширен. Пара панкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены паренхема однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек пара нефральная клетчатка структурна. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические костно-деструктивные изменения не выявлены. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической паскулизации не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Патологические включения в них не выявлены. Заключение. КТ-картина очагового образования печени, для уточнения характера которого рекомендована МРТ с контрастированием, или, что менее информативно, КТ с контрастом. Множественные кальцификаты печени и селезенки. Исход перенесенного инфекционного процесса. КТ-признаки портальной гипертензии. Гепатолоспленомегалия. Диффузные изменения паренхемы печени. Рекомендована консультация гепатолога.